Акцент Я это признаю, хорошо? И с самого начала я говорила всем, что русский язык для меня родной язык И я училась в русской школе То есть, может быть для кого-то это будет странным Но вот в Одессе есть украинские школы, где преподают на украинском языке И есть русские школы, где преподают на русском языке Поэтому русский это мой родной язык И тем, кто заблуждается, что я японка Простите, я не японка Но, пожалуйста, смотрите мой канал, я стараюсь же И да, поэтому я говорила, что у меня, конечно же, русский язык И произношение, наверное, не такое, как у москвичей Либо, опять-таки, Питер и Москва тоже совершенно разные акценты, диалекты у людей Поэтому с самого начала мой русский язык, наверное, звучал для многих из вас довольно странно Особенно то, что еще в Одессе свой собственный таки разговорный одесский русский язык Поэтому, скажем так, с самого первого моего видео у меня, скорее всего, был странный русский язык Я, наверное, уже раз пять это сказала, простите меня Сегодня я хотела бы немножко рассказать про то, каково это вообще разговаривать на нескольких языках И если у меня в реальности японский акцент, про который так много людей пишут Если верить Википедии, то акцент не может выработаться в своем родном языке То есть, это вообще слово, которое... акцент, в кавычках, выговор Это термин, который относится к неродному языку То есть, это какие-то ударения, которые проявляются в иностранном языке Когда ты разговариваешь на иностранном языке Из-за влияния твоего родного языка То есть, если говорить о акценте, то у меня, наверное, есть, как у всех иностранцев, акцент в японском языке Какой-то русский акцент, там, сильная буква Р, например Но именно акцент в родном языке появиться по факту не может Я хотела бы немножко рассказать о том, как вообще я разговариваю целыми днями И на каком языке я разговариваю, на каком языке я думаю, меня много раз спрашивали И я уже отвечала в другом видео, что думаю я Я тогда ответила, что я думаю на русском языке Но по факту я даже не знаю, на каком языке я думаю Потому что я разговариваю... Многие думают, что я разговариваю на японском языке Я разговариваю на японском языке, наверное, 50% времени А остальные 50% времени я разговариваю на английском На русском и на смеси английского и японского И почему так? Потому что я рассказывала уже то, что Йоши, мой муж Он прожил в Америке с 15 лет очень долго, 20 лет То есть он вернулся буквально пару лет назад в Японию Поэтому для него родной язык английский И мы из-за этого очень долго разговаривали С самого начала на английском языке И даже сейчас, когда у меня хороший японский язык И мне легче разговаривать на японском даже иногда, чем на английском Потому что мне трудно перестраиваться каждый раз с одного языка на другой Все равно мы разговариваем на английском языке Потому что не хочет Йоши разговаривать со мной на японском Он говорит, что он боится забыть английский язык Я его в этом плане понимаю, конечно И поэтому за счет того, что я разговариваю в день на минимум трех языках Я не знаю, можно ли это назвать акцентом Но мне становится все труднее и труднее разговаривать на одном языке в одно время То есть, когда я разговариваю на камере, я пытаюсь разговаривать всегда на русском языке Чтобы вам было понятнее, чтобы мне надо было меньше делать субтитров Которые мне надоело делать в последнее время Но, когда я разговариваю с Йоши, например Либо с девочками, которые часто появляются здесь в видео Ася, Сая, Виолетта Я разговариваю с ними всеми на двух языках одновременно То есть, мы мешаем языки С Йоши я мешаю английский с японским А с девочками русский с японским И иногда с английским тоже За счет чего это связано? За счет того, что мозг пытается использовать те слова, которые тебе удобнее использовать То есть, это не то, что я не знаю один язык и не могу на нем чисто разговаривать Но какие-то слова, которые ты часто используешь, либо слышишь в японском языке Хочется ставить в русский разговор Либо же какие-то фразы, которые в английском языке я часто слышу при разговоре Либо в фильмах, либо в новостях Мне хочется их тоже вставить в видео Очень часто, когда я делаю видео, мне тоже хочется их использовать Потому что я не знаю Мне кажется, что не полностью передается значение того слова английского Которым я сейчас вспомнила Когда я говорила на русском За счет того, что я мешаю несколько языков вместе с мужем и девочками Когда я разговариваю на чистом русском языке, у меня получается полный ступор И мне очень стыдно Перед вами, я извиняюсь, наверное, я звучу очень странно, когда я разговариваю на видео За счет этого Потому что, да, если бы я писала сценарий, такого бы не было Но за счет того, что я не пишу сценарий Очень-очень долгое время мне нужно для того, чтобы подобрать правильные слова в русском языке Поэтому, да, я не знаю, можно ли это назвать акцентом Либо каким-то, как это в кавычках в Википедии писалось, выговором Но, да, скорее это не акцент А я просто туплю, когда я разговариваю на русском языке Потому что я разговариваю без какого-либо... Вот видите, у меня снова вылетело слово, как это на русском языке А-а-а! Сценария! Насчет слов и произношения каких-то определенных гласных и согласных и всего остального У всех людей свои какие-то недостатки Поэтому, да, попытайтесь записать себя на камеру просто, чтобы послушать, как вы со стороны звучите Вас это, наверное, удивит Потому что для себя я раньше звучала не так, как я думала, я звучу И только когда я себя на камеру засняла в первый раз и послушала, как я звучу со стороны Меня это очень удивило Советую всем провести такой эксперимент Всех прошу понять меня Я реально стараюсь говорить на правильном языке Я не пытаюсь быть похожей на японку, как кто-то мне пишет в комментариях или что-то в этом роде Я просто хочу рассказать вам про Японию на доступном для вас всех языке Поэтому всем спасибо за понимание, всем спасибо за просмотр Я надеюсь, вам понравилось это видео Всем пока!